На Камчатку, да еще Камчатку там куча народу, блин, лазит по Камчатке, это неинтересно. У меня пролив Лонга, вот у меня пока идея фикс такая на лыжах, вот туда вот. Ощущение первопроходца. Вот что заставляет Дмитрия Ждана путешествовать не самым комфортным транспортом в не самые комфортные места. Да, каждый новый отпуск – это новый маршрут, а Новый Уренгой – это место, где появилась страсть к приключениям и сам Дмитрий. Детство проходило на улице, то есть это мы плоты, тундра, то есть постоянно ходили где-то, ну то есть не сидели дома, как сейчас молодежь сидит за компьютерами. Ну а дальше уже более серьезно начал как раз в университете, получается, заниматься в туристическом клубе. Старт экспедиции поселок Тазовский – финиш село Гыда. 1200 километров водные трассы, без кочек и ям, но с волнами и отмелями. По Обской губе в Гыданскую шли на маломерном катере «Урал» класса «Река-море» со средней скоростью 13 километров в час, иногда в штиль, иногда в шторм. Волны 2 метра, захлестывает все и плитка с баллоном газовым аж к потолку подлетела, там все летало. Очень непросто ходить по этим местам, особенно это Обская, Гыданская, Губы, то есть там довольно-таки сложно, соответственно, весь маршрут будем оценивать. Ну, большая работа, конечно, предстоит и, соответственно, совместно с директором национального парка мы сейчас будем это все прорабатывать, рассчитывать, думать. Главная цель экспедиции – оценка туристического потенциала. Что это значит? Удобство маршрута, богатство растительного и животного мира. В Национальном парке Гыданский можно встретить кольчатых нерп, морских зайцев и белых медведей. Местная фауна людей не боится, с удовольствием позирует, так же, как и флора. Мы находимся на мысе Таран, Обской, Губы, Гыданский полуостров. Из красочных мест – это вот мыс Таран, то есть довольно там разнотравие, запах цветов, то есть, ну, столько, наверное, цветов, даже, наверное, в средней полосе нету, сколько там. Краснокнижные желтые маки, большие поляны, которые встречаются довольно редко, ну, и непонятных много там других растений. Мыс Таран, мыс Мамонта, полуостров Евай – места, которые из точек на карте превратились в яркие воспоминания. На острове Шакальского путешественники установили памятную табличку в честь того, чье имя носит этот участок суши. Он океанограф, ученый, ну, и председатель Русского географического общества Юлий Михайлович Шакальский. Лирическое отступление. Немногие знают, что Юлий Михайлович Шакальский – внук Анны Керн, той самой, которая, как чудное мгновение и гений чистой красоты, явилась пред Александром Пушкиным. Чудных мгновений в экспедиции РГОшников тоже хватало, например, встреча с морским тараканом. Чем не гений чистой красоты? Ползают они на отливах. Дело в том, что они на отливах остаются, ну, размерами чуть меньше ладони. Когда отлив проходит, они остаются на берегу и вот ползут к воде. Мы засняли его. В 12-дневный круиз по акватории Карского моря отправились пять человек. Команда небольшая, а потому флотские звания и обязанности приходилось совмещать. Функции Кока, Боцмана и судового врача выполнял Дмитрий Ждан. Вакансии капитана и связиста тоже были закрыты. Здесь радио Анна 3, Иван, 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 дробь Мария Мария. Повторяю, здесь Роман Антон 3, Иван, 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 дробь Мария Мария. Прием. Если он говорил радио 3, Анна, Иван, 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 это его позывной. Он занимался тем, что проверял новые системы радиосвязи, наши уже российские, для передачи трека, смс-сообщений и голоса с помощью УКВ радиосвязи. По возвращению домой работа продолжается. Нужно обработать фото и видеоматериалы, идентифицировать найденные растения, передать ученым координаты местонахождения животных и продумать следующую экспедицию. Исходя из экспедиции, надо подбирать средства. И не обязательно нужно на лодке идти. Прошлый год мы ходили на машинах, у нас была автомобильная экспедиция. До этого были пешие экспедиции, лыжные экспедиции. То есть, ну, все зависит от того, куда ты собрался и какие у тебя цели и задачи. Задачу ближе познакомиться с северным краем решали Виктор Курмачев, Кирилл Мамонов, Новоуренгой.